А можно не работать, если ты такой духовный? Замечательный, конечно, вопрос. В принципе, человека можно сразу отправить на таинство покаяния, что он уже посчитал себя духовным. Все-таки духовная жизнь от слова «дух Божий», который в нас пребывает. И когда человек говорит «вот я такой духовный», то такое впечатление, что он уже сам стал Духом Святым. Но все-таки ответим на этот вопрос, потому что такая проблема была. Были такие ребята, звали их фессалоникийцы, которые считали, что так как скоро конец света, а именно так считали 20 веков назад, то, соответственно, какой смысл работать? Будем просто молиться и ждать, когда придет Христос. И вот что им пишет во втором послании апостол Павел. «Завещаем, завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, то есть это, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господа нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Ключевое слово «работали в безмолвии», друзья мои. Безмолвие, потому что когда ты работаешь и еще много говоришь, обычно ты плохо работаешь. Но не должно быть так, что мы ничего не делаем, а при этом кушаем. Ведь получается, мы кушаем то, что сделали другие люди. А так не должно быть. Христос говорит, всякий трудящийся достоин своей награды. Своей, не чужой. Поэтому, если ты не потрудился, соответственно, какая у тебя будет своя награда? Ну, можешь там пыль поесть, дождь побить. Господь в этом плане благо милостив, и дождь посылает на всех, и на добрых, и на злых. Ну, раз ты такой злой, нерадивый, пожалуйста. Но если ты такой духовный, что считаешь, что Господь Бог придет, скоро уже, и поэтому работать не нужно, ну, так ты такой духовный. Возьми пример с апостола Павла, который был, наверное, более духовный, чем ты, и трудился постоянно для того, чтобы никого не соблазнить. Но я думаю, что здесь все-таки причина в лени. Лень, матушка. Эх, если бы лень была бы добродетель, мы бы уже все были бы преподобными. Но лень не добродетель. Так что надо с нею бороться, потому что Господь говорит, отныне Царство Божие нудится, и только нужницы восхищают е. Нудится, подвигом берется. Понуждать себя надо, заставлять. По этой причине, кстати, лень является смертельной страстью, потому что тот, кто не совершит подвига, Царство Божие не наследует. Так что в следующий раз, когда у вас появятся мысли, что-то тут не надо делать, или я не хочу работать, помните, эта мысль не от Бога. Продолжение следует... Продолжение следует...